Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет обзор на новый налобник от Nightcore. Модель называется HC65UHE. Это новые светодиоды, про которые я уже не раз рассказывал. Здесь их, как вы видите, насыпали от души целых 8 штук. При этом здесь есть два красных светодиода и два светодиода, отвечающие за ближний свет с высоким индексом цветопередачи. Помимо этого, здесь есть встроенная USB-C зарядка, большой аккумулятор 18650 емкостью 4000 мАч. Обязательно сегодня его померяем и сравним по размерам с другими аккумуляторами 18650, потому что 4000 мАч это много для такого форм-фактора. Обычно они 3500 идут. Сегодня посмотрим, может быть, он больше, чем другие. Ну, если вы захотите его отдельно купить, влезет ли он в ваш фонарь. И чтобы было еще интереснее, я покажу такой внешний батарейный кейс для фонарей, либо это внешний паербанк может быть, в который можете установить абсолютно любой аккумулятор 18650 и он превратится в паербанк. Также он имеет функцию зарядного устройства. Ну, обо всем по порядку. Присаживайтесь поудобнее. Погнали! Давайте пока батарейный отсек уберем в сторону. Начнем с фонаря, с комплектации. Приезжает она в такой коробочке. 2000 люмин. В комплекте батареечка на 4000 мАч. Три источника света. На этой стороне указано, что здесь IP68. При этом прошу обратить внимание, что здесь вот резиночка есть, но сам порт имеет влагозащиту, поэтому фонарик имеет IP68. Здесь указано, как вы можете его использовать, если у вас фантазии у самого не хватит. Ну и на задней части коробки указаны режимы. Про них я обязательно расскажу. И органы управления фонаря. Больше здесь ничего нет. Коробку откладываем в сторону. Кстати, коробочка от кейса выглядит вот таким образом. Ну, можно посмотреть, как его закрепить. Но опять же, все я вам покажу. Кстати, батарея не входит в комплект. Это моя батарейка, то есть кейс идет без батареи. Сразу об этом говорю. USB-C порт, индикация зарядки и также есть клипса для держателя кабеля. Ну, тоже все сейчас рассмотрим поближе. Теперь давайте поговорим про комплект самого фонаря. Он идет в таком кейсе на молнии серого цвета, в котором был сам фонарик. Также лежит резинка дополнительная на голову, потому что если фонарик вам кажется, что тяжелый, либо у вас оскальзывает он, либо, например, на шлем мы его закрепили, можно прицепить резинку дополнительную, центральную. Она быстросъемная, то есть при этом она тоненькая, вот за это плюс, потому что я лично вообще их снимаю, но кому-то могут пригодиться. И хорошо, что она маленькая, ее можно положить в этот кейс, она не занимает много места. Обычно третья резинка идет такой же ширины, как основное крепление налобное, и она занимает много места. Многие, я знаю, просто оставляют дома ее и с собой не носят. И когда, к примеру, вам нужно пробежаться, ускориться, либо просто у вас, ну, не знаю, с потели у вас фонарик соскальзывает, прыгаете где-то, нужно закрепить фонарь получше, а это вот маленькая как раз быстросъемная, при этом, смотрите, здесь пластиковая клипса, просто заводим сзади, а здесь вот такой язычок пластиковый, который просто продевается в отверстие на креплении, все, у вас центральная резинка тоже есть. При желании она очень быстро снимается, вот за это прям плюс, потому что, повторюсь, я их использую редко, только когда нужно, ну, там, бегать с фонарем, прыгать на соревнованиях, например, либо на шлем, чтобы он не соскальзывал. И хорошо, что она быстросъемная и она компактная. Дальше у нас запасное уплотнительное кольцо, кабель зарядки USB-C, USB-C и также инструкция и гарантийный талончик. За чехол респект, потому что налобники не очень удобно носить просто так в рюкзаке, они постоянно за что-то цепляются, либо когда-то пытаешься его достать, он за собой что-то вытягивает, там, не знаю, у меня даже пару раз бывало, достаешь фонарик и мультитул за клипсу цепляется и выпадал просто на асфальт, это не очень приятно было. А вот когда это все в кейсе, это прям плюсы. Давайте уберем комплектацию в сторону, про налобную резинку я вам рассказал и поговорим про сам корпус фонаря. Давайте сразу его измерим. Размеры и вес. Длина фонаря 90 мм, высота корпуса 30 мм и с налобным креплением 40 мм. Он без проблем вытаскивается из этого налобного крепления, быстро встегивается. Нас интересует сразу вес батареи 152,9 грамма. Весит фонарик с батарейкой в комплекте на 4000 мАч. Ну и резиночка вот эта я отдельно взвешивал, она весит 7 грамм. Естественно, если вы повесите еще вот эту штуку, давайте взвесим с аккумулятором. Ну и еще 110 грамм. Прибавляйте, если вы будете носить ее с дополнительной батареей. Это, кстати, не только батарея, еще и маячок. Позже к ней вернемся. Корпус фонаря сделан из алюминия, то есть он полностью металлический. Резиновые кнопки здесь, резиновая крышка здесь, все остальное это алюминий анодированный. Пластиковое только крепление. На самом деле он выглядит тяжелее, чем он есть на самом деле. Когда берешь в руку, кажется, что он из пластика сделан, потому что здесь очень тоненькие стенки они сделали. Вот видите, сейчас надеюсь все видно будет. Обычно в фонарях стенки потолще. Здесь они, видимо, боролись с весом, и поэтому фонарь реально при таких габаритах, количестве стадиодов, весит не так много. Реально, когда смотришь на него, кажется, что он весит, ну, грамм 200 минимум. А по факту, видите, чуть больше 150. Здесь у нас находится батарея на 4000 мАч. О ней чуть позже поговорим. Здесь пружинка еще сверху закрыта металлическим, только пластины контакта. Все хорошо смазано, естественно. И с другой стороны порт зарядки. Здесь у нас индикация уровня заряда батареи. Это на всей новой линейке налобных фонарей. У Nightcore есть. Я думаю, все это вы уже прекрасно видели. И сверху две кнопки управления. Пока далеко не ушли от конструкции, сразу покажу поближе налобное крепление. Есть силиконовая полоска, чтобы он у вас не скользил. Очень легко все это дело отсюда вытаскивается. То есть тоже это плюс, потому что бывает нужно, например, постирать резинку вот эту отдельно. Ну, бывает, фонарь там в лужу упал, после соревнований испачкался. И при этом вам не придется париться и расплетать все это дело, потому что, видите, везде есть прорези. Все это дело очень быстро снимается. Даже здесь есть прорези. При желании очень быстро можно разобрать, отсюда и вытащить. Надпись Nightcore светоотражающая. Есть перфорация, чтобы у вас голова не потела. По резинке, я думаю, это все. Тянется хорошо. То есть у меня к налобному креплению вопросов нет. Давайте встегнем его обратно, посмотрим углы, на которые фонарь может регулироваться. Получается, по 90 градусов может светить вниз и где-то градусов, наверное, 80 наверх. 160-170, где-то так. Так что диапазон регулировок здесь большой. При этом, смотрите, здесь на задней части фонаря есть просто ребрышки вот такие, по которым, там есть язычок, он просто по ним передвигается. И получается, что фонарь очень легко регулировать даже одной рукой. То есть его не надо там придерживать, очень легко регулируется. И при этом, давайте попробуем потрясти, будет ли он сам по себе перескакивать. Нет, я вот сейчас очень сильно трясу фонарем, он не перескакивает с креплениями. На голове он у вас с такой силой, естественно, дергаться не будет. Я на это, конечно, надеюсь, что у вас голова с такой силой не будет мотаться. Но при этом фонарик, видите, без проблем остается на месте. То есть ему хватает вот этого язычка, чтобы самобольно не регулироваться. Теперь поговорим про свет. Здесь установлена тир-линза. К сожалению, она ничем не прикрыта, то есть стекла сверху нет. Вот если я сейчас приближу, видите, есть вот эти вот маленькие тирки. Они отвечают за ближний и красный свет. Видите, они перфорированные. То есть здесь все гладкое вокруг, а сами они по себе перфорированы. То есть, ну, видно, что стекла нет сверху. Он у меня месяц в использовании. Ну, есть какие-то небольшие царапки совсем, но явных я вот не вижу сейчас на камеру. Посмотрим, как это все со временем будет проявляться, как это все будет выглядеть. За дальний свет здесь отвечает 8 светодиодов холодного оттенка, 6000 кельвинов. За ближний 2 светодиода с высоким индексом цветопередачи. У них световая температура 4500 кельвинов, нейтральный белый свет. И также есть 2 красных светодиода, то есть 3 разных источника света. А теперь поговорим про управление. Сверху у нас 2 кнопки, которые отвечают за включение-выключение, переключение режимов. И также выбор мощности каждого из режимов. При коротковременном нажатии на кнопку Mode можете проверить уровень заряда аккумулятора. Вот у меня сейчас 3 из 4. При этом они, кстати, прикольно анимируются. И чтобы выключить фонарик, нужно зажать и подержать на полсекунды буквально кнопку включения-выключения. И ей же меняем режим яркости, нажимая коротковременно на эту кнопочку. Сейчас у нас включен дальнобойный режим. У него начинаются они с Medium, это 100 люмен, High 400 люмен, еще выше High 2, это 1300 люмен. И Turbo, если два раза нажать на кнопочку, это 2000 люмен. Чтобы перейти из дальнобойного, например, в ближний, если вам нужно, нажимайте кнопку Mode, он у вас переключается ближний. Здесь у нас 2 режима, Ultra Low это 8 люмен и Low это 40 люмен. Высокий индекс цветопередачи, хватает без проблем, чтобы работать где-то перед собой, что-то подсветить для работы в лагере, для чтения книг, работы с картой. И также нажимаем дальше кнопочку Mode, еще раз попадаем в красный свет. Красный имеет 3 режима работы, Low это 5 люмен, High 15 люмен. Если вы третий раз нажмете, он у вас будет моргать маячком на 15 люмен. С основными режимами мы разобрались, также здесь есть SOS и режим яркого маячка. Чтобы их включить, нужно быстро 2 раза нажать на кнопочку Mode. Нажимаем, включается SOS. Нужен маячок, нажимаем на кнопочку Power, у нас включается яркий маячок на 1300 люмен. У данного фонаря нет памяти, но при этом можно из выключенного состояния попасть в минимальные значения любого режима. Например, чтобы включить минимальный дальний, зажимаем, у нас включается минимальный дальний. Зажатием кнопочки Power. Чтобы включить минимальный ближний, нужно 2 раза быстро нажать. У нас включился минимальный ближний. Чтобы включить красный свет, нужно долго зажать на кнопочку Mode. Вот включился минимальный красный свет. То есть доступ к минимальным режимам у вас есть из выключенного состояния. Памяти у фонаря, повторюсь, нет. Естественно, здесь есть блокировка. Для того, чтобы заблокировать фонарик, нужно зажать на 2 секунды обе клавиши. Он моргнет и больше не будет включаться. Просто крактовременно будет моргать ближним светом, и при этом фонарик не включится. Чтобы разблокировать, также зажали 2 кнопочки, подержали 2 секунды. Фонарик включается в минимальном ближнем свете. На этом с управлением всё. Возможно, выглядит немножко замудрённо, но на самом деле оно такое на всех фонарях Nightcore. Поэтому, если у вас уже был какой-то налобник от Nightcore, я думаю, вы без проблем быстро заберётесь. Но если нет, то привыкнуть тоже недолго. Главное, что есть доступ к минимальным режимам любого из источника свет. Режимы разобрались. Давайте теперь поговорим про аккумулятор, потому что здесь это тоже интересно. Он на 4000 мАч. Заряжается он током 2 А. Вот так вот он выглядит. 10 А написано. Максимальный ток отдачи. И давайте сравним его с аккумулятором, который я вытащил из другого фонаря. Он немножко длиннее. Поэтому обратите на это внимание. Но это высокотоковый аккумулятор на 35 А. Но, видите, он немножко длиннее. И плюс у него выступающий. Давайте я измерю его, чтобы вы могли понимать размеры и узнать, влезет ли он в ваш фонарик. Ровно 70 мм. Думаю, сейчас видно. По толщине. По толщине они одинаковые. Ну, здесь 3100, потому что он высокотоковый. Но при этом здесь 11,47 Вт-часа. Здесь у нас 14,4 Вт-часа. То есть, ёмкость здесь существенно больше. Но при этом отдавать он может 10 А. На это обратите внимание. Если у вас фонарик очень яркий, там, ну, больше 3000 люменов, такой лучше не ставить, потому что там токи намного больше. Для этого нужны вот такие вот уже аккумуляторы. Сразу давайте покажу контактную площадку. Там внутри стоит контакт плюсовой. Именно контакт. И при этом есть ограничители. Вот видите, такая полосочка сверху от него. Поэтому плоские аккумуляторы, вот такие, с плоским контактом, использовать нельзя. Нужно, чтобы плюс выступал. На это тоже обратите внимание, если будете покупать сюда дополнительный аккумулятор. С этой стороны, я вам уже показывал, пружинка и такая пластина контакта. Давайте вставим аккумулятор и покажу, как он взаимодействует с вот этим боксом. Давайте сразу бокс покажу. Повторюсь, аккумулятор в комплекте не шёл. Это я достал из другого фонаря. Здесь есть индикация уровня заряда. И также это является маячком красного света. Вы можете повесить это всё на резинку. Сейчас покажу, как это выглядит. Включить маячок. И у вас сзади тоже будет заметно, потому что он будет моргать красным светом. Сюда, к сожалению, не вылезает аккумулятор 21700. Хотя, мне кажется, можно было бы сделать так, чтобы здесь и такие, и другие использовались. То есть, более всеядным была эта штука. И у вас получилось бы там 5000 мАч с собой вместо 4, если вы будете использовать. Ну, подобный, да, аккумулятор. И странно, что они не добавили такую возможность. Ну, здесь по факту места, во-первых, ну, по длине точно много. Ну, по ширине можно было как-то уместиться. Когда вставляем аккумулятор, у нас загорается индикация уровня заряда. Это всё прикрывается прозрачной крысочкой. Есть вот эта жёлтая резинка. То есть, это не просто пластик, это именно резина. Давайте покажу поближе. Здесь два контура есть уплотнительных. Закрывается плотно, прям хорошо. Ничего не люфтит, не болтается. К сожалению, в инструкции я не нашёл никакой информации по водозащите. Но, учитывая то, что здесь есть такая резинка, я думаю, что дождик он точно выдержит. Но погружать в воду я бы его не стал. Что касается токов зарядки 5 вольт, 2 ампера, что на вход, что на выход, здесь никаких портов нет. У вас только вот такой шнурочек с USB-C разъёмом, который является и входным, и выходным. То есть, он сам определяет автоматически, нужно ли что-то запитать, либо нужно что-то зарядить. То есть, в этом боксе вы можете заряжать любые аккумуляторы 8650. Сверху имеется кнопка, нажав на которую, включается индикация уровня заряда. 4 светодиода синим горят. Если подержать подольше, включается маячок красный. Когда он у вас находится на затылке, вас будет прекрасно видно. Я думаю, что велосипедистам, либо если вы идёте в группе, это будет полезно. При этом они светятся не очень ярко, то есть, слепить вы человека, который сзади, не будете. USB-C разъём имеет специальную прищепку, которая цепляется к самому фонарю. Давайте я сразу установлю её на налобное крепление. Здесь есть прорези, и просто резинку заводим за них. То есть, тоже всё очень быстро снимается, не надо там ничего заплетать, расплетать. С этим тоже никаких проблем нет. То есть, если вам ёмкость высокая не нужна в фонаре и лишний вес, быстро сняли, убрали в рюкзак. Используйте как паербанк для зарядки ваших гаджетов, телефона. Если вдруг понадобилось, быстро нацепили. Например, сел основной аккумулятор. Посередине есть клипсы, чтобы проводок не болтался. Давайте зацепим сразу. Так, завели. И чтобы подключить внешнее питание, вот видите, у меня сейчас заряжен на три из четырёх. Просто открываем порт, вставляем зарядку. И видите, пошёл заряжаться фонарь. При этом, вот сейчас прошу обратить внимание на то, что если я включу его, он прекратит заряжаться и будет работать от внешнего источника. То есть, сейчас у нас батарея не заряжается. Видите, они погасли. Фонарик светит. При этом у нас работает вот эта батарейка. Давайте можем включить здесь ещё маячок. Получается, сзади у нас красно моргает. Спереди налобник висит. И можете пользоваться всеми режимами. Даже турбо работает вот от этой батареи. Давайте посмотрим. Кстати, интересно. Если я вытащу аккумулятор, будет работать? Ну-ка. Зарядка 5 вольт 2 ампера. Что на вход, что на выход. Здесь тоже на вход 5 вольт 2 ампера. Давайте вытащим. Прямо сейчас интересно будет. Если вдруг у вас потерялся, например, аккумулятор, сможете ли вы работать без него? Да. У нас все режимы работают. Даже турбо. То есть, у фонаря нет аккумулятора. Вот он. Я только что его вытащил. Получается, фонарик работает целиком от внешнего блока. В обход батарейки внутри. Ну, то есть... Лучше, конечно, сейчас отключить сначала. Потом поставить аккумулятор. То есть, если у вас вдруг вышел из строя аккумулятор, можете его вытащить. И вы останетесь со светом, потому что у вас есть дополнительное внешнее питание. Так, давайте снимем. Просто покажу, что это тоже довольно-таки быстро делается, чтобы... Ну, к примеру, вам не нужна она. Либо надо телефон, к примеру, зарядить. Сняли, убрали в карман, зарядили телефон. Давайте покажу, как заряжается она сама. То есть, поставили аккумулятор, к примеру, вот тот же самый, да, вот который здесь стоит. Ну, нужно вам... Сюда, например, свежий поставили. Не хотите дополнительный вес на голове носить. Сюда поставили севший, подключаем. Кстати, сразу покажу, чтобы потом не задавали вопросов. Вот эта штука передвигается. То есть, если вам нужно подключить телефон, она не будет упираться в него, потому что ее можно сдвинуть. Вот сейчас как раз видно, что я подключаю к пауэрбанку. Интересно, какой пауэрбанк, какой он начнет заряжать. Так, этот, видите, аут горит. Он заряжает вот этот аккумулятор. То есть, можно использовать в качестве зарядки для аккумуляторов 865. Сейчас у нас заряжается это. Отключаем, подключаем телефон, к примеру. Он сам понимает, что нужно теперь в обратную сторону. Ну, вот пошла зарядка телефона. Вот, видите, батарейка загорелась. То есть, здесь все автоматом делается. Еще нажимать, подключать не нужно. Ну что, по зарядке я вам вроде все рассказал. Показал, как это работает по отдельности и вместе. Теперь давайте посмотрим лишние тесты. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Пока-пока.